В ходе репликации, что мы сделали с этим текстом? Копировали. В результате клетка собирается делиться. На ее ДНК записана инструкция по поводу синтеза всех белков. А белки будут определять все процессы, которые дальше у клетки происходят. После деления вместо одной клетки, сколько клеток будет? Каждая из них должна иметь полный набор всех инструкций. Что делает клетка перед делением? Копируют ДНК, удваивают ДНК. Перед делением необходимо скопировать каждый ген. В этом случае генетическая запись окажется удвоенной. Один из вариантов передается в одной дочерней клетке. Второй, точно такой же вариант, передается в другой дочерней клетке. Вот эта операция лежит в основе процесса, который люди освоили в конце 20 века. Процесс планирования, создания лома. Берем обычную телесную клетку организма и ее обманываем. Путем хитрых воздействий внушаем этой клетке, что она не просто клетка, а она первая клетка нового тела. Что это не клетка крови человека Вася или человека Марьи Ивановны, а она первая клетка нового тела. В ядре каждой клетке вообще-то зависны только некоторые гены или абсолютно все гены, характерные для данного организма. Абсолютно все. Вот смотрите, какая штука интересная. Все клетки Вашего тела одинаковые или нет? Нет. Мышечные клетки Вашего тела у Вас есть? Нервные клетки Вашего тела у Вас есть? Клетки кожи Вашего тела у Вас есть? Нет. Клетки костей Вашего тела у Вас есть? Как по-вашему, они все одинаковые или нет? Нет. Они все разные. Так работают они все одинаковые или нет? Совсем по-разному. Совсем по-разному. Все верно. А это значит, что в ядрах у них записаны одни и тежные инструкции или разные. Клетки устроены по-разному, работают по-разному. Исходя из этого, в ядрах этих клеток записаны абсолютно одинаковые. Но они используются только часть, 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 часть. О, каждая клетка несет всю совокупную систему генов. Только каждой клетке разрешено читать из этой библиотеки только строго определенные книги. А все остальные книги для нее под запретом. Если ты мышечная клетка, то читаешь вот с этой пункти. А если ты нейрон, то читаешь вот с этой. А если ты клетка железы, то вообще он с той пункти читает. Вся библиотека вместе – это весь набор генов, характерный для данного организма. В каждом ядре весь набор есть. Но каждый тип клеток читает только ограниченное количество генов. Что происходит, если клетка зарабатывает манию величия и решает почитать запретную литературу? Оно уничтожается? Ну, это хорошо, если организм может ее уничтожить. Да, происходит. Внутри дело. Смотрите, клетки эмбриона – самый ранний этап развития организма. Еще зародышенные. Каждая из этих клеток должна уметь делиться. Причем медленно или очень быстро. Очень быстро делиться. Теперь берем клетку взрослого человека. Ну или подростка. Имеет ли она право читать эмбриональные файлы? Нет. Ни в коем случае. А есть такая клетка, начинает читать эмбриональные файлы. Эта клетка будет делиться очень-очень быстро. Так, она начала делиться. А это значит, количество клеток, подобных ей, в этой точке организма, остается прежним или возрастая? Сильно-сильно-сильно. Возрастая. В этом месте у вас пошло разрастаться некоторое клеточное образование. Это образование предусмотрено в плану строения организма или нет? Нет. Совершенно не плановое образование. В частности, предусмотрены ли кровеносные сосуды, которые в этом месте будут образовывать капиллярные сети? Нет. В месте не должно быть вот этого скопления клеток. Оно стал строиться. В результате выросло здоровое скопление клеток, а внутриносные сосуды не проросли. Что будет происходить с теми клетками, которые оказались внутри скопления? Они умирать начинают, некроз пошел. Это еще не рак, это опухоль. Опухоль делится на два типа, злокачественная и не злокачественная. Незлокачественная опухоль прямой угрозы жизни человеку не представляет. Типичный вариант не злокачественной опухоли – это жировитие. Бывает, что клетки жировой ткани немножко сходят с ума и начинают делиться. И у человека в каком-нибудь месте на коже возникает такой булок. На голове, на плече, на кидк, где он. На голове все эти вещи. Может, это не сердце. Да жировик – это не плохо и не хорошо. Но если он у вас где-нибудь на голове или на лице, тем более, да? Но он будет менять вашу внешность, что не есть хорошо. Ну, представьте, если у вас череп стал таким булительством, да? Ну, не обалденно, но красиво. А какие-нибудь еще неприятности вы от этого войти имеете? Нет. Да не, никакие. Совсем другая игра будет, если клетки опухля плохо держатся друг за друга. Вот доброкачественных опухлях они плотно держатся за друга, не оторвают. Прямо такой рыхлый опухоль, клетки вверху отделяются. Если сошется с ума клетка, отделилась и попала в кровеносный сосуд, что с ней будет дальше? Мы будем нажать под сутки. Она поехала, поехала, поехала. Можете ли вы сказать, где она остановилась? Нет. Нет, никто не может. Еще даже тракт в сенуке. Но эта клетка продолжает читать эмбриональную программу, то есть она продолжает делиться. Возникает дочерняя опухоль. Как называются вот эти дочерние опухоли в день? Метастазы. Метастазы. Вот это заболевание уже будет по латыни называться канцер. А по-русски? Раковая опухоль – это метастазирующая опухоль. То есть такие опухоли, которые создают в дочерних, и дочерние будут еще дочерних создавать, и так далее, и так далее. В результате поражения не в одной точке организма, а постепенно пораженными оказываются в большинстве опухоли. Потому что опухоль где-нибудь на коже головой вам не мешает. А опухоль внутри мышц сердца, опухоль внутри тканей печени, опухоль внутри тканей, допустим, матки, очки и так далее. Все окна выходят в сторону. Идея понятна? Да. Каждая клетка в норме читает только те файлы, которые имеют право читать. А вот раку могут убить? Сейчас более-менее намечены пути. Ну, во-первых, разная раковая опухоль имеет совершенно разный прогноз. Есть форма рака, которая неплохо реагирует на операцию. Удалить вовремя, а вот опухоль еще не успела дать метастаза, ее вовремя удалить. В некоторых случаях это приводит к полному излечению. Есть форма рака, которая крайне плохо реагирует на операцию. В частности, неплохо знает каждому. Не все, не все подчеркивают. Некоторая форма пигментных образований на коже. Вот такие крупные, как иногда называют родинки. То есть, родинка ярко окрашенная и выпуклая, сильно выступающая. Вот ее клетки, рожавшиеся с темой меланоцитов, клетки, синтезирующие пигмент меланин, окрашенные клетки, называются меланоцитами. Вот эта опухоль имеет высокие шансы превратиться в раку. Поэтому, такие родинки ни в коем случае ковырять нельзя. Очень часто в ответ на механическую стимуляцию, безобидная родинка превращает, дает начало к речному раковому очагу. И вариант опухоли меланома, который возникает при этом, крайне плохо относится к операции. Если удалить меланома, это во много раз ускоряет активность метастаза. Плохо лечится. А вот одна из форм рака грудной железы, которая была этой врачной, как раз отлично выдерживает операцию. Поэтому в этом случае, если на раннем этапе заболевание обнаружено, то операция с хорошей вероятностью может гарантировать не просто облегчение, а полное выздоровление. Так что сам по себе диагноз рак – это никакой не прикалывание. Очень многое зависит от того, какая форма. Некоторые формы уже сейчас можно ускоренно лечить. Не обязательно, кстати, операционно. Есть и другие методы лечения. Ну, а с которыми сейчас пока бороться не удается. Тяжелое, чтобы понять, раковое заболевание. Ну и давайте дальше будем. Клонирование. Клонирование. Отлично. Берем клетку. Просто клетку крови, допустим, лейкоциты. Малую умываю. И ставим заклинание, говорим, скорики-морики-пикап-атрикапу, ты не просто лимфоцит, ты первая клетка нового тела. Ва-вах. Если она первая клетка нового тела, то она имеет право читать только файлы эритроциты или файлы построения эмбриона. А у нее где-то 3 есть. Все, вперед. Клетка начинает делиться так, как будто она первая клетка нового тела и будет строить новое тело. При этом что можно сказать про гены, по поводу генов, этого нового тела. Они будут абсолютно такие же, как гены хозяина вот этой исходной клетки. Такие организмы называются клоуны. Точная копия. Правда, должен я вас и вчера. Ни клоун, ни однояйцевые близнецы не являются по-настоящему точными копиями. Природа, естество, вообще терпеть не может всех одинаковых. Одинаковость для живой природы это нечто абсолютно отвратительное. Почему? Не бывает даже клоун точной копии. А дело в том, что нельзя остановить процесс мутирования. Процесс образования мутации, то есть ошибок при использовании генетическим кодом, при копировании генетического кода вещь абсолютно неостановимая. Мутации идут всегда. Поэтому взяли мы исходно две абсолютно одинаковые клетки. Они стали делиться и дали начало двум организмам. Можно ли с уверенностью сказать, что все гены этих двух организмов одинаковые? Нет, нельзя. Мутация в событии абсолютно случайная, непредсказуемая. Поэтому система мутации, которая успела нацеплять одинаковый, будет отличаться от системы мутации, которая успела нацеплять другого организма. А это материал для эволюции. Вот именно на основе этих случайных мутаций и будет дальше проходить отбор. Отбирая такую мутацию, носителя такой мутации, которая в данных условиях имеет какие-то преимущества. Это основное направление эволюционного процесса. На этом стоит. Но пока такая справочка. Сколько времени длится беременность у человека? Девять месяцев. Девять месяцев. Значит, с момента оплодотворения яйцеклетки до момента рождения в среднем проходит девять месяцев. Как по-вашему, сколько мутаций за это время юный человечек, вот за эти девять месяцев, еще не родившийся, сколько в среднем он успевает нацеплять? Почем порядка двухсот мутаций. При этом вот сейчас в вашем теле больше или меньше клеток, чем кто-то на ней когда вы родились. Понятно, что больше. Значит, за каждые девять месяцев в вашем теле сейчас происходит двести мутаций или больше мутаций? Больше. у вас больше клеток значит больше количества ядер. Так? А мутация происходит в каждой клетке независимо. Знаешь? То есть на самом деле в год ваш организм цепляет по пять шесть сотен мутаций, которые распределены случайным образом по всем клеткам вашего тела. Вопрос. Передадите ли вы все мутации то есть все ошибки кодирования вашим детям? Ну редко люди рожают в десятилетнем возрасте. А это значит к тому времени когда рождаются у кого-то ребенок сколько мутаций в среднем этот человек успевает нахладать. Лягко. С математикой у вас проблемы вовсе. Смотрите. В среднем для человека вашего размера порядка 500 мутаций в год. Ну допустим вы кого-то рожаете в 25-летнем возрасте. Что? 25 или 20? 25? 25? Ну 10-12 тысяч мутаций впечатляющее число. Вопрос передадите вам мутацию своим детям или нет? Нет. Нет. Да. Да. Нет. Нет. Да. слова красивые. Усложняем задачку. Аргументируйте объясните ваш ответ. Если нет то почему нет если да то почему да. то есть на самом деле при переписывании текста при копировании да. Если в исходном тексте у нас была ошибка ну так то ошибка поедет в копию исходя из этой логики да вроде все мутации должны передойти. Нет. Это те которые не да. Кто думает это значит? Прошу. Просто у нас изначально записана эта структура и ошибка при прочтении не создается. Там есть несколько разных способов вести ошибку в генетическую запись. Не только при прочтении там разные а теперь мутации происходят в разных клетках независимо друг от друга у вас мутировала клетка кончика носа ну с ней произошло такое событие она желаем мутироваться вопрос вы своим детям сможете передать этому трещину? Да. Да? Вы детей будете делать кончиком носа? Нет. Ребенок рождается из каких ваших клеток? Из половых клеток. То есть только мутации половых клеток. Разумеется ребята. Но каким хитрым образом можно передать мутацию клетки печени своему детенку? Ведь детенок будет строиться только из взаимодействия ядра сперматозоиды и цыплятки. Так тот факт что у родителей было адмутируется левая пятка правое ухо и так далее он хоть какое-то значение для детеныша имеет не малейшее по наследству передают только мутации половых клеток. А скажи пожалуйста вообще ваше тело состоит только из половых клеток. Их незначительный процент по отношению к остальным. Так что хорошо у вас 15 тысяч мутаций произошло. Так значит а всего мутация половых клеток. Кроме половых в биологии называются соматические телесные клетки. Сома тело. Соматические мутации соматических клеток передать невозможно. А теперь давайте подумаем. Да давайте соматические мутации мутации слабое зрение мутации слабое зрение передать все мутации Да почти наверняка. Ну то есть на самом деле это зрение может ослабнуть по разным причинам. Папе в драке вышибли глазик. Зрение у него от этого улучшилось и уху. И от этого улучшилось. Ага. И у него что-то могут рождаться одноглазые дети. Нет это не генетические изменения. Да приобретенные при жизни признаки. И вот эти признаки передать детям нельзя. Нет материала на сейфе. А если это признак фиксированный на ДНК то такой признак да конечно будет длительным дальше детям. А если там повлияют электромагнитные излучения тогда само также останется? Электромагнитные излучения повлияют на кого и как? повлияют электромагнитным излучением на левую пятку отца хорошо это отношение будет иметь к его детям. Будет приобретать иметь какое-нибудь отношение к его детям. Не малейш. Например были такие дети на команду продать ребенок он как дефект как это происходит? Как положено а что будет если мы берем и организм копирования осуществляется вот этим наборчиком а мы берем и ломаем машину по построению регулярных доходов либо спотыкаются на каждом шагу либо на ради сторону скачать либо хватает кого-нибудь покуда скажите пожалуйста она будет нормально вести построение опы или нет? Нет А ты дай вспоминай каким воздействием можно изменить конформацию доходов активные химические вещества то активные химические вещества достойны дело в том что то что называются наркотиками среди обывателей вы все слышали слово наркотик но если я вас спрошу что это такое вы ведь не ответите серная кислота это активная химическая вещества тогда она что наркотик еще раз влияет на головной мозг на головной мозг вот так влияет сахар глюкоза исходя из этого глюкозы это наркотик а глюкоза это что не конкретная вещь нет нет конкретная давайте у нас конкретная глюкоза еще а о гениальное гениальное определение самое обывательское определение на свете с этой точки зрения самое гениальное Что такое наркотик? А вот то, что Минздрав признал наркотиками, вот это и есть наркотик. Вот так вот, причем абсолютно правильное, совершенно правильное определение с точки зрения того, за что у вас будут сожжены. Да? Но говорит ли такое определение хоть что-нибудь о биологической и химической природе веществ? Нет, совершенно. Минздрав это такая магическая волшебная машинка, которая берет и неожиданным образом кого-то, кем-то признает. Почему? На каком основании это делается? На таком подходе неважно совершенно. Признали, все, наркотик. Вызывает галлюцинацию. Отлично. Знаете, какой простейший способ вызвать деформацию восприятия? Галлюцинация – разбежаться как следует и бабнуть бетонную стенку. Да, мы скучаем. Объясните, что будет наркотиком? Голова, бессонная стенка, момент удара. Вот наркотик-то здесь где-то. А может, стенка, который видит сахар? Ну, а по-моему, мы с него можно с наркотиком. А может, это вещество, который вызывает привыкание и влияет отрицательно на организм? Нет. Опять, опять я это слышу. Полезные и вредные вещества отрицательно влияют на организм. Ага. Точно. Теперь вам остается еще рассказать про врачей-убийц, которые вводят наркотики людям для того, чтобы разрушать их организм. Наркотики – это вещества, которые очень широко используются в медицине. Зачем? Конечно, анестезия. Конечно, анестезия. Наркотики – это самые лучшие обезболивающие вещества наследия. Если бы вам проводили операцию, ну, те же самые онкологические операции, без наркотической поддержки, и формы наркоза просто не заблокируют такую интенсивность болевых ощущений. Так что, пожалуйста, в очередной раз прошу. Забудьте навсегда про вред организму. Вредно быть дураком. Вот это настоящий вред. Продолжение следует...